здравствуйте уважаемые гости и подписчики сегодня у меня ролик снимают дома хотел его снять уже надо было его снять давно но все руки не доходили один подписчик просит кстати зацените курточка немецкая полиция подогнала для охоты так вот один из подписчиков давно просил снять ролик о том как я переделываю латунные гильзы под капшель центра бой как я их переделываю под евро капшель и сейчас я это быстренько покажу там ничего сложного абсолютно нет все очень просто приборы и материалы или вам понадобится тиски покажу так тиски штангель сверла по металлу соответственно сама по себе латунная гильза ну и хорошая дрель в идеале конечно если у вас будет сверлильный станочек потому что в этом случае вы сможете просверливать вообще ровное отверстие опуская сверло строго вертикально вниз но станочка у меня нет и в принципе в этом нет ничего страшного хотя и отверстие под капшель получается с огрехами почему в этом нет ничего страшного я потом расскажу уже ближе к концу ролика но сейчас значит что надо первое сделать какое сверло покупать значит имея набор капсюлей евро капсюль вот такого типа и штангель циркуль надо измерить диаметр капсюля чтобы знать какое отверстие сверлить она составляет 6 миллиметров ну и соответственно нужно подобрать такое же сверло я тоже взял шестерку вот она уже использовалась так тоже вот она такого же диаметра на всякий случай рекомендую в магазине перемерять потому что может быть написано 6 а может попасться там немножко больше или немножко меньше немножко меньше немножко это уже будет плохо потому что меньше отверстие увеличить можно а вот уменьшить слишком большое не получится лучше всего конечно делать это двумя сверлами одно иметь маленького диаметра одно большого так получится просверлить более аккуратное отверстие сначала я буду делать отверстие тонким сверлом а а потом которым потом тем которая потолще уже потонять под размер так первое отверстие готово обратите внимание как зажата гильза зажимаем немножечко за края ну и и потому что вот этот буртик чтобы не деформировать основную часть вот первое отверстие готово теперь можно пройти более толстым сверлом так гильза готово есть еще несколько моментов о которых нужно рассказать ну во первых поскольку сверлили не на станочке то вот как ставлен до половину между стенками капсуля и стенками получившегося отверстия закономерно будут получаться микро микро отверстия такие через которые возможен прорыв пороховых газов избежать этого явления потом будет очень легко просто когда будете устанавливать капсюль в гнездо капсюлировать то есть гильзу вот так до половину ставили и по ободку можно промазать обычным клеем пва или лаком для ногтей любым я уже пробовал и клей момент и пва и лак для ногтей работает все одинаково промазал так немножечко нанес один слой подождал пока немножко обсохнет и вогнал капсюль на всю глубину на всю вернее глубину так сказать это первый момент второй момент до того как будете сверлить гильзы латунные декапсюлировать не обязательно но при этом если капсюль не стрелянный или был допустим засечкой его рекомендуется еще один раз поставить зарядить в ружье пустую гильзу с капсюлами в ружье и хлопнуть его в ружье но потом почистите если этого не делать то когда будете сверлить даже если капсюль был допустим отечный но не выстрелил в нем состав гремучий все равно остался при нагревании он все равно будет потом взрываться и возможно в этом случае раскаленные частицы будут вылетать вам в лицо или там кусочки металла это неприятно поэтому рекомендуется еще дополнительно использовать очки по-разному бывает просто пшикнет бывает именно так хлопнет чтобы просто имели ввиду и чтобы дали технику безопасности кто-то может сомневаться что это работает но я утверждаю что это действительно работает я вот так высверливаю под еврокапсюль уже наверное лет так семь-восемь если не десять и клей ничего нет никаких прорывов пороховых газов не бывает все нормально отличные выстрелы падает все при нормальном снаряжении патрона ну о том как снаряжать патрон я уже расскажу как я снаряжаю свои патроны я расскажу еще в одном из следующих роликов тоже есть просьба подписчика на этом все подписывайтесь на канал кто еще не подписался приглашайте своих друзей до новых встреч